Короче, зажимаешь спуск, двигаешь цевьё вперёд, и он стреляет. И как его называть-то? Помповое ружьё или... Типа самозарядное? Или вообще это автоматический дробовик? Это итака считается автоматическим самозарядным помповым дробовиком. Ты так думаешь? Я постоянно думаю. Сынок. Папа? Разрушительная ранчо. Перевод и озвучка Зёбры. Привет с разрушительного ранчо. В основном народ возит сёрфборды на своих багги-жуках. Эти граждане наверняка живут в Калифорнии, там сёрфинг популярен, а с славы не особо. А мы в Техасе на багги обычно возим дробовики. Этот вот очень интересный. Я давненько уже такой хотел. И вот нашёл его в местном оружейном лобазе. Дробовичок, мягко говоря, не новый. Это итака, модель 37. DSPS. Что это в описании? Это видавший виды, хорошенько потрёпанный старичок. Подёрнутый ржавчиной. Но стрелять я думаю он будет норм. Ещё не пробовал. Что в нём круто? Сейчас чуть истории. Это итака. Сделано в Итаке. Нью-Йорк. Ружьё из Нью-Йорка, кто б подумал. Так вот, круть здесь, в возможности стрельбы так называемым слэмфайером. Обычное? Сейчас покажу, как стреляет обычное ружьё. Ремингтон 870. Пустой. Заряжаем. Дёргаем спуск. А теперь держим его. Ещё раз заряжаем. И для следующего выстрела надо отпустить и снова нажать спуск. Вот. Так вот стреляешь. Так. Теперь итака, модель 37. Зарядили, нажали спуск. А теперь? Заряжаем ещё раз и слушаем. Выстрел. Курок спущен, и выстрелить ещё раз нельзя. Если зажмёшь спуск, он будет стрелять. Может, не супер безопасно? Но прикольно ведь. И это единственная причина, почему я взял этот слэмфайером. Потому что я хочу попробовать дробовик со слэмфайером. Именно этим сегодня и займёмся. Немногие пушки стреляют слэмфайером. 37-е и таки вот могут. Есть ещё старые винчестеры. Но сейчас таких слэмфайеров уже не делают. Я не уверен, но, кажется, есть закон с запретом на них. С запретом на производство. Шесть патронов. Не знаю, сколько сюда влазит. Семь. Походу и всё. Да. Семь. Один в патронник. Чем ещё крутая эта пушка? С боков нет отверстий. Патроны заряжаются снизу и отбрасываются тоже вниз. Морские котики пользовались этим стволом во Вьетнаме. Потому что меньше шансов, что внутрь зайдёт грязь. Бока-то тут закрыты. Ну и потому что слэмфайер. То есть стрелять из него можно быстрее. Посмотрим, стреляет ли наш старичок. Патроны хорошо отбрасывает. Смотрите на гильзу. Аж за жука ушла. Попробую слэмфайер. Вот это прикольно. А что не особо? Затыльник этот из фекс-резины. Слегка твердоват. Собираюсь сравнить 37-ю ИТАКу лоб в лоб с 870-м Ремингтоном. Оба помповые ружья. Реально ли 37-я быстрее? И насколько, если да? У меня тут таймер выстрелов. Нажимаю старт, раздаётся... Начинаю стрелять и делаю это как можно быстрее. И тут будет время. Так их и сравним. В дробовике 8 патронов. Окей. Общее время... 3,48 секунды. Лады. Это быстрее, чем я думал. Правда, посчитал он 7 выстрелов. Так что где-то тут косяк. А может я сверхбыстрый. Но последний он вроде засчитал, так что пофиг, работаем. И продолжим мы. С 37-й ИТАКой. Ну тут ясно, что было пошустрее. Мда. Таймер-то косячный. Ладно, сытоки явно куда быстрее. Захватил ещё ружьё. Это стандарт манифакчуринг Дипи-12. Двусольный двухмагазинный дробовик. Каждая зарядка — это два патрона. И спуск дёргаешь дважды. Этот может и поспорить сытокой. Среди помповых ружей у него наверняка самые высокие шансы. Погнали. Не уверен. Это уже близко. Потом вставлю в описание. Кажись ИТАК и ощущалось быстрее. Но может это из-за частых передёргиваний. Но блин весело. Помпа со своим фаером. И это просто круть. Ну, дробовик крутой, ясно. Так что конец ролику. Не-не, фиг там. У меня тут есть плохой хард. Плохие фотки там, надо их уничтожить. Я в неглиже. Надо бы уничтожить. На самом деле, просто хочу посмотреть на результат стрельбы по жёсткому диску. Из дробовичка. Начнём мы с мелкой дроби. Не думаю, что она пробьёт его. Но посмотрим, что получится. Ну, она откинула его метров на двадцать. Вот ты жёсткий. Ой, ему крышка. Пробиваний тут нет. Чё это он мокрый? Не думал, что харды потеют. Может, это кислота? И я умру? Наверное, просто масло. В общем, видно. Покоцало конкретно. Но не убило. Так что очередь к картечи два нуля. Для тех, кто не знает, картечь... Это круто. Попади в тебя, картечина. Иди в насмарку. Режектор тут очень мощный. Сзади ничего не вышло. Вау. Проникновения имеются. Но... Вообще-то ничего серьёзного. Забавненько. Хочешь, что понял, откуда эта влага. Это сок кактуса был. По запаху это понял. Ван. А я думал, откуда же вода в харде? Я не компьютерщик. Так что было странно, но так-то кто знает. Я думал, может, там масло. Или кислота. Хочу попробовать ещё одну штуку. И одна штука. И это пулевые патроны. Несколько их. А для тех, кто не знает, что такое пулевой ружейный патрон, известный как зверобой, это кусок свинца весом в одну унцию. И высокая юбка. То есть в патроне куча пороха. То есть летит он очень быстро. Если таким отхватишь, придётся, наверное, оформлять больничный. Проблема существования харда решена. Вон кусок лежит. Вон ещё чуток. Вот шмат. Вот входное. Тут, наверное, лежали фоточки. Вот ещё штучки с фотками. И это сломано. Окей. Ща будет. Вам видно? Нормально, ребят? Хорошо видать? Попробую с лэмфайром, да? Так, с лэмфайром. Спуск уже зажал. Блин, страшно. Странно. Прошла насквозь. Тут вынесла обратку. Есть ещё. Снова с лэмфайр. Интересно, надо ли сильно дёргать, чтобы выстрелил? Я пробовал плавно, но... Блин. Уже слышу ржание из комментов. Всё переиначите. Нет. Промазал сантиметров на пять. Пробую стрелять с лэмфайром и записывать слоу-моушен. Начнётся оно прямо сейчас. Ещё кое-что. Перед тем, как урок будет окончен, я покажу вам, насколько разрушителен дробовик со слэмфайром на короткой дистанции. Ведь, как вы видели в слоу-моушене, при быстрой стрельбе его мотает во все стороны. Так что точностью не пахнет. Но, если в помещении, наверное, будет нормуль. Так что представьте, мы дома, и тут врывается вот он. Сразу прямо видно, что это прожжённый бандюя. Потому что у него пистолет с глушителем. Негодяи вечно их используют. О, блин. Ещё он летать может. Тоже признак. И пиратская сабля у него. А ещё крохотная ножка. Нельзя доверять чуваку с крохотной ножкой. И он лысеет. Лысым тоже доверять нельзя. Никогда. Даже если он девятилетний лысый пацан. Не надо ему доверять. Вообще лучше просто никому не доверять. От греха подальше. Окей. Как только он приземлится, я его вынесу. Садись. Хорре. Окей. Погнали. Полдерева снёс. Вот это прикольно. Хана ему. Что я понял, сложно удержать палящий слэмфайром дробовик. Спасибо за просмотр. Если этого баги вы ещё не видели, значит не смотрите Off the Range. Это мой влог. Гляньте. Спасибо за просмотр. Люблю вас. И до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Я доктор, типа.